Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. На Авиастарь увеличат количество рабочих мест. А у нас в квартире газ. Голубое топливо пришло в село Забалуйка. Ульяновским подросткам помогут в деликатных проблемах. С понедельника подорожает проезд в трамваях и троллейбусах, а грузовикам ограничат передвижение по асфальтовым дорогам. Увеличить количество рабочих в авиастроительной отрасли региона. Такое решение принято по результатам рабочего визита в Ульяновскую область Юрия Борисова, заместителя председателя правительства Российской Федерации. Напомним, на прошлой неделе вице-премьер осмотрел завод Авиастар-СП и отметил о наращивании производства в ближайшие годы. Подробности в нашем материале. За одним столом руководство Ульяновской области авиационного завода. Все участники собрались с одной целью – существенно нарастить производственные показатели завода Авиастар-СП. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Федеральный гость посетил Ульяновск в конце прошлой недели. Задача понятная – выйти на более чем два десятка самолетов, которые можно будет и нужно будет выпускать для нашей страны, но и их, конечно, на продажу для тех заказчиков, которые будут иметь желание. Сегодня авиационный завод реализует сразу девять государственных программ. В числе них серийный выпуск самолетов Ил-76МД-90А для Министерства обороны страны. Задача этого года – передать федеральное ведомство шесть воздушных судов. Из них два самолета находятся на финальных этапах сдачи. Первый – почти воинской части, второй завершает заводские летные испытания. Третий только готовится к ним. Остальные три транспортника в активной стадии сборки. В этом году планируем начать эксплуатацию по точной линии сборки, тем самым увеличивая объемы производимых самолетов в год. В следующем году мы должны уже произвести восемь самолетов, далее десять, двенадцать и в постепенном наращивании этапов выпуска. Сама линия сборки позволяет максимально выпускать до 18 самолетов в год. К 2026 году на пиковую мощность, а это свыше 70 компонентов в год, выйдет и цех номер 279. Здесь изготавливают фюзеляж и крылья для МС-21. Узкофюзеляжный пассажирский самолет – еще одна программа завода. Увеличение объемов производства по выпуску ИЛ-76, МД-90А и агрегатов МС-21 выявили дополнительную потребность новых специалистов. Основные кадры, которые у нас являются дефицитными – это сборщики-клепальщики, это рабочие агрегаты сборочного производства, также рабочие заготовительных производств, это слесарь и подаводки деталей летательных аппаратов и, естественно, изженотерапевтические работники, констера и технологи. В этом году на Авиастар требуется порядка 800 человек, следующим понадобится еще 750 рабочих. Работа по поиску кадров уже ведется. На производстве организован процесс по обучению молодых специалистов курса переподготовки. Однако, этого мало. У нас по трем направлениям мы видим решение этого вопроса. Первый – это граждане, стоящие на учете в наших филиалах, освобождаемых работников с предприятия аналогичного вида деятельности. И у нас тоже этот вариант сейчас есть. В Министерстве образования и науки Ульяновской области на контроль взяли вопрос по подготовке перечня организаций, которые конкретно смогут хотя бы частично покрыть спрос необходимых специалистов. Ринат Альулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. С понедельника в ульяновских трамваях и троллейбусах изменится стоимость проезда. Об этом сообщает Ульяновский электротранс. При этом расплачиваться безналичным способом станет выгоднее. Так, за наличный расчет стоимость проезда составит 20 рублей, а стоимость проезда по всем видам безналичного расчета, например, банковскими картами с бесконтактной системой оплаты, будет ниже. Стоимость повысив всего на 1 рубль составит 18 рублей. При этом для льготных категорий граждан цена единых социальных проездных билетов не изменится. К слову, сейчас более 35% пассажиров пользуются именно такими билетами. В 2019 году из региональной казны на газификацию области выделено почти 100 миллионов рублей. Голубое топливо пришло в отдаленное село Забалуйка Индзинского района. И это далеко не предел. На подходе еще несколько населенных пунктов Вишкаемского и Барышевского районов. Как проходит газификация ульяновской глубинки в материале Ренаты Алиуловой. Вот так. Топимся в сильном морозе. Два раза топим. Сейчас один раз. 63-летняя Любовь Денисова, ее супруг, вот уже 40 лет топит квартиру самостоятельно. Сначала углем, потом дровами. А теперь не верит, что в их дом скоро поступит природный газ. Для них, коренных жителей села Забалуйка Индзинского района, голубое топливо – настоящее чудо. Дорого, конечно. Если лесовоз взять, 14 тысяч. Сам лесовоз и плюс еще пилить, колоть. Если нет хозяина, сложить. Конечно, 20 выйдет. И так что, если газ, то это у нас за 4 года у нас все это купится. Чтобы как следует протопить дом, каждый раз требовалось минимум 20 кубов дров. Всегда нужно держать на контроле наполняемость газового баллона. Но теперь это все почти в прошлом. Газ в дом проведен, но внутренних труб пока еще нет. К слову, газификацию ожидают еще 105 из 179 домохозяйств села. Население принимает очень активное участие. То есть, связываемся с Индзинским барышевским отделением. То есть, они говорят, что население активно приходит, оплачивает и готовы к голубому топливу. Очень рады. Строительство внутрипоселкового и межпоселкового газопровода в селе Забалуйка Индзинского района началось в сентябре 2017 года. Из 16,5 километров коммуникаций осталось проложить всего лишь 5. На участках работают две бригады. Сначала копают, затем выравнивают дно траншеи, после укладывают и подбивают трубу. Зимой процесс газификации не прекращался. Идут на опережение. Контракт двухгодичный. Это 18-й год. В сентябре мы начали его и завершение в 19-м году, 1-го декабря. Вот в данный момент это внутрипоселковый. Ведут 150-й трубой по улице газ. От него пойдут уже разводы на другие улицы. Первый пуск газа в домах Забалуки запланирован уже в августе. В этом году голубое топливо также появится в домах четырех сел Барышского и Вишкаймского районов. На газификацию из областного бюджета в 2019-м выделено более 98 миллионов рублей. Рината Леулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. С понедельника, 1 апреля грузовикам будет ограничено движение по дорогам. Такое распоряжение подписано руководством города. Данная мера носит сезонный характер, так как именно весной асфальтобетонное покрытие становится уязвимым из-за переувлажнения основания дорог. Ограничения для тяжеловесного транспорта продлятся до 30 апреля. При этом грузовики коммунальных служб, МЧС, строительная и дорожно-эксплуатационная техника, автобусы и транспорт, задействованные на перевозке продуктов питания, лекарств, почтовых и ряда прочих грузов, не попадают под данные ограничения. Ульяновским подросткам помогут в деликатных проблемах. Специалисты Центра коррекционной и семейной психологии выиграли грант на развитие нового благотворительного проекта. Теперь подросткам с ограниченными возможностями здоровья помогут пережить переходный возраст. Спокойно пережить прелести пубертатного периода помогут психологи. На базе Центра коррекционной и семейной психологии реализуется новый благотворительный проект. Предназначен он для детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты центра получили возможность развивать новые направления благодаря победе в региональном конкурсе некоммерческих организаций. В данный момент мы стали получателем гранта регионального, который будет направлен на оказание помощи семьям с ОВЗ в такой непростой период, как период подросткового и полового созревания. «Останься со мной» – такое название получил инновационный проект. Что же в нем нового? В том, что подросших детей научат адекватно относиться к своему взрослеющему телу и растущему организму. Научный руководитель Светлана Губкина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась она и ее команда профессионалов. Дело в том, что родительская общественность разделилась надвое. Одни – за корректное просвещение, другие же восприняли инициативу в штыки. Я знаю, есть две противоположные точки зрения. В обществе одна говорит о том, что помощь действительно нужна, это очень важно. Другая связана с тем, что это все-таки намек на какое-то сексуальное просвещение. И, соответственно, если это сексуальное просвещение, то это и растление малолетних, и все остальное прочее. Совращать малолетних там никто не собирается. Уверенным в обратном необходимо пересмотреть свои взгляды. Куратор программы Ольга Скрыгина развеяла мифы о проекте. Это проведение диагностики с детьми с ОВЗ на выявление уровня психосексуального развития. Диагностика будет проводиться по методам нейропсихологии. То есть это определенные пробы. Почему именно это направление? Потому что, ну, так или иначе, наш мозг, он как бы влияет на все наши функции. И, соответственно, важно выявить, что происходит с мозгом, в данном случае у детей. Психологический курс создан для помощи детям и их родителям. Первым он поможет принять себя, а вторым взросление своих чат. Группа уже набирается. Вскоре начнутся тренинги и исследования. Виктория Черкова, Руслан Ваталов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области пройдет юбилейный вечер, посвященный 75-летию Ульяновского театра кукол имени Леонтьевой. Мероприятие состоится 1 апреля в 16.00 в фойе театра кукол. В его рамках будут вручены награды сотрудникам театра, а также показан фильм «История театра». Увидеть жизнь солнечного орла с расстояния вытянутой руки – теперь это стало возможным. В рамках экологической программы, направленной на сохранение по волжской популяции солнечных орлов в Ульяновской области, в одном из гнезд установлена веб-камера. Орнитологические подробности у Натальи Чумаченко. С 27 февраля 2011 года солнечный орел утвержден природным символом Ульяновской области. Птица эта уникальна. Голова золотистого цвета, отсюда и название. На плечах белые эпалеты, полоски, хвост и крылья с мраморным рисунком, а размах крыльев достигает двух метров. В марте этого года ульяновские орнитологи установили веб-камеру на одном из 129 гнезд солнечного орла. Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Михаил Карепов рассказал журналистам, какие наблюдения можно проводить с помощью камеры. Повесили веб-камеру для того, чтобы изучать гнездовую биологию этих птиц в первую очередь, ну и, конечно же, привлечь внимание широкого населения к природному символу Ульяновской области. Не сдятся орлы данного вида в степных районах Ульяновской области. В целом для солнечных орлов благоприятен наш климат и пищевая цепь. Сегодня это один из наиболее крупных, красивых и узнаваемых представителей пернатого мира Среднего Поволжья, занесенных в Красную книгу. В этом году исполняется 10 лет программе по сохранению солнечного орла на территории Ульяновской области. В уже достаточно далеком 2009 году мы представляли проект программы по сохранению солнечного орла в Федеральном министерстве природных ресурсов и экологии на заседании комплексной комиссии по заповедным территориям Российской Федерации и краснокнижным видам. Тогда эта программа получила высокую оценку. Напомним, проект осуществляется в рамках программы сохранения поволжской популяции солнечных орлов Ульяновской области. Так, в течение сезона размножения, который длится с марта по сентябрь, все любители природы и пернатых будут иметь возможность смотреть за гнездованием солнечного орла в режиме онлайн. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин